Ну что, давно в горах не были, по туннелям не ездили. Здравствуй, туннель! Здравствуй, горы! Так что, едем, потому что 5 километров проехали, там скоро будет паркинг. Через 900 метров, нет, через 5 километров, наверное, будет паркинг, заедем, проверим ремни. 100 километров получилось, что тут наедем. Надо будет проверить. Да, и по времени я там посмотрел, где-то в районе 9 часов я могу закончить. 9, полдесятого или полосемь, или полдевятого? Нет, полдесятого, где-то в 6.30 если я начал. Ну не в 6.30, там пораньше. О, а этот парк уже закрыт. Если в 6.30, значит, 7.10, 8.9, да, полдесятого должен закончить. Ну я так не буду тут, не думаю, что так будет долго ехать в Германию. Надо так побольше проехать, конечно. Я, может быть, завтра к вечеру тогда приеду. По вождению-то у меня тоже 7 часов я могу ехать. Но рабочее время у меня закончится. Надо будет, как обычно, думать. Или уже заранее куда-то в громку идти в Германию. Мне это не страшно. У меня груз стекло. Вряд ли кому-то он понадобится, чтобы меня там... Как бы грабанули. Ну, топливо такое. 14.37 уже, ребята. Это означает... Сейчас посмотрю, даже сколько я могу работать еще. 6,5 часов я могу работать. 14.20. Нет, подожди. Если 14.37, я могу работать 6.30. Значит, 6.00. Да, до 9.00 я могу работать. Да, да. А, в 6.05 я открыл смену. Да, все правильно. Ехать я могу 6,5 часов тоже. Ну, это он мне пишет... А, он мне пишет вместе. Потому что 2.30 я только проехал. По сути... А, по сути я могу 7.30 ехать. Но он сразу считает здесь мне... Вместе с рабочим временем. Потому что это хорошо, это удобно. Потому что на тахографе он по-другому. Когда у меня там был тахограф, в котором я работал в НИКе, там он не высчитывал этого. Но только когда последняя пауза, да, и остается там. Тогда ты сделал паузу, тебе раз, ты думал, что ты можешь еще ехать много, например. Проехал ты там 5 часов, он тебе показывает, что ты можешь еще ехать 5. Вот паузу сделал. И начинаешь у тебя хопа сразу, блин. А у тебя только всего лишь 2 часа езды. Нежданчик такой. Надеюсь, нормально, короче. 8.27 я уже отработал. Ладно. Красивые горы. Но мы не едем в обратную сторону. Как ехали мы. Немножко по-другому едем. Надеюсь, серпантинов не будет. 550 метров. Ну да, как я и думал, постоянка. Паркинг. Тот закрыт, а этот поэтому полный, видите. Не знаю, ребята, как сейчас со звуком. Занят ли там критик по звуку? Потому что звук это очень важный во всех этих видосах. Качество картинки может быть нехорошего. Если звук отвратительный, то это все ломается. Расскал так, чтобы мне же не надо. Нормально. Сарвин там только что-то разговаривал. Он вообще один эти рамы таскал. Но это, конечно, предоставательство. Вообще пипец. Мне хоть этот итальянец по-моему. Главное, нигде не нарисовано, как должно быть. Как должно они стоять. Я вообще не понимал, куда их ставить. Оказалось вот так. Но ничего, теперь опыт есть. Единственное, теперь их надо будет волочь назад. Всей эту фигню. Это, блин, же сколько по времени занимает. Тот немец, который приехал, кстати, на погрузки. Немец приехал. Тоже с Cargo Trans. И тоже идет туда, куда я иду. И тоже ему был один. Я заехал в один, он заехал в другой. Я, когда все закрепил, вышел посмотреть, где он. Он уже уехал. Ну, вернее, он должен был тогда в другой ехать. Я не знаю, может быть, он и взял груз или что. Либо его быстрее загрузили. У меня долго пришлось... У него палеты стояли в корме, сзади прицепа. А у меня впереди. Никого знает, как он там сбросил их. Он мне сразу сказал, что у них рохли нету. А, он что сбросил? Он с ними, он не парился. Он их оставил там сзади и все. А я эти палеты пока в одну стопку сложил, в другую. Эти не проходят, потому что палеты сбоку стоят. Блин, это, конечно, и есть хорошо. Тут надо как-то что-то придумывать, блин. Для себя удобства какие-то. Как их перетаскивать, как их затаскивать. Потому что это как-то, блин... А Арвид что-то один делал. Тоже у них в пейзде болеется стояли. Рохли у них нету, блин. Ама-ми, это, блин. Так была бы рохли, так прям взял и взял, и взял эти палеты. Вообще, блин, нет. Надо, если идешь за стеклом, палеты нафиг не брать. Не дали и все, блин. Потому что там некоторые спрашивают, надо палеты менять. Я говорю, ну да. Я же тоже первый раз с этим столкнулся. До этого никогда не грузил. И то, если даже палеты сзади стоят, они мешают. Потому что заводят стекло не сверху, а сзади. Просто крышу открываешь. Ну хорошо, хоть не надо было крышу поднимать. Я думал, крышу придется поднимать. И тоже такой момент. Есть пластиковые уголки, черные, просто. А есть такие, как с рогами наверх. Я крышу закрываю, ехай, да не идет. Думаю, ну все, теперь надо будет поднимать крышу, блин. Рецепт-то омеговский. А потом смотрю, просто уперся в эти рога. Хорошо, только две у меня были, два уголка с рогами. Задействовать. Быстрее поменял. И закрыл. А так, блин, думал, ну ехай, сейчас еще, знаете, буду менять все. Как-то вот так. Ну, говорю, спасибо итальянскому, кто-то помог. Он много не помогает. Но понимался, он помогать не будет здесь надолго, на очень долго. Во! Горы, горы, горы. Сейчас итальянский, потом австрийский. Я, по-моему... А, нет, тогда я на Чехию шел. Италия, Австрия. Нет, я на Австрию так же шел. Да, тогда вот у меня Италия, Австрия, Чехия и Кольша. Ну, я тут же шел, да, на этой же как-то фарах или как что-то называется. Я уже не помню. На Ф как-то. Надо будет посмотреть сейчас, как называется обзор. Там вот этот, блин, был у меня заправка. Помните, блин, где я там ночевал в снегах. Хотя до австрийских границей не так и далеко. Не, не видно, мне на этой карте. На этой половине. Блин, как же называется. Все знают. Я только один раз через него шел. А так до Австрии нам еще 39 километров. А, ну тут отъедем до австрийской границы и там проверим им не. Ну, 89, это хорошо, наверное, по горам не буду особенно ехать. Это здорово. Вымиливаем. Макелла. Макелла, Макена. Помните, какой фильм был? Золото Макена. Вот, что я хочу. Думал, что посмотреть? Надо вот потом всякие старые фильмы про индейцев. Профботин. Она сидячится. И смотреть. Вот парт. Видишь, такой пустой парт. Смотрите. Возьмите. Возьмите. Смотрите. Вот понемногу-понемногу приближаемся мы, ребята, к границе, к этой, блин, австрийской. Ну, идем так вдоль гор, немножко по горам, но не на серпантины, а спина сегодня я потянул на спину конкретно. Да, вот такие красоты проходим. Что-то я как-то рано врубил, я хотел попозже чуть-чуть мазать. Вот этот самый видос. Так, у меня останется... 6 часов ехать. Нет, ну мне, наверное, сейчас будет паузу сделать, а граница однозначно. Покушать? Я кушать хочу, да. Проверить все эти дела. И запустить видос на YouTube. Да. Ти-ти-ти-ти. Я вот сейчас смотрю, проезжал. А, я тогда же ехал. Вечером было темно, снег был. Помните, вдоль машины стояли дороги. Ну что? Ладно. Какой тут срач. Надеюсь, снега не будет. Не похоже, что на земле снег лежит. В горах лежит, а на асфальте нет. Ну, давайте посмотрим. Осталось тут 5 километров. То место или не то место я проходил, когда. Вообще красиво. Австрия красивая страна. Я здесь ни разу не загружался, не загружался. Вот. Ну, знаю, что красивые такие пейзажи. Блин, 60 километров. Все гонят пипец, блин. Как будто так и надо. И я вместе с ними. У меня 75, а эти вон улетают, блин. Впереди. Влетят, вон. Где-то вдалеке. Офигеть. 60 километров. 60 километров. Я вот 80. Ну, сейчас. Сзади меня комки сжимают. Меня. Ну, я-то по правилам иду. То я нарушаю правила. У меня вот 80. Это нафига это знак 60. Понятно. Ну, они знают, видимо, что радара здесь нет. Ну, фиг с ним ротаром, блин. Груз. Потому что туннель как бы с поворотом. Поэтому и скорость такая должна быть. Ну, блин, у меня 57 на круизнике стоит, блин. А идет 80. Ставься себе. Какая-то, блин, асфальт, я скажу вам. Какая-то, блин. Какая-то, блин, мокрая. Какая-то не здесь, наверное, я был. Нет, вроде должен был здесь я быть. Здесь тогда машины стояли все. Где-то вот, ну, два километра до Австрии. А машин типа нету. И паркинга якобы нету там. Там с левой стороны был паркинг. Большой. Вот 500 метров до Австрии. Когда вот вдоль дороги вот так вот на обочине стоят. Нет, по-моему, это здесь. У меня был съезд вправо. О, сколько стоит машина. О, мигеть. Что, они не помечаются на паркинге, что ли? Или что? В сторону паркинга. Встанем мы на паркинге и ведем страну и сделаем то, что я планировал сделать. Да. Ну, по-моему, это было. Ну, только. Может, и не эта. Ой. Ладно, ребята. Заехали в Австрию. постояли все сделали проверил ремни все отлично немножко один-два ремня лет или потянул так и даже нет можно было не подтягиваться там все там порядке для себя не зря же двери как бы открывал правильно все ладно погнали дальше говорится наших городских я вот не узнаю такое ощущение что вот здесь с левой стороны вдоль дороги я вот там и ехал я блин выезжал из этой всей фигни надо коллегах тоже думать выходящих из кабины просто понимаете вот такая ситуация да вот как сейчас было вот человеку лазить с кабины задом он может и не видишь то я еду может быть и видит но вот в один момент у него рука срывается да и он падает куда он падает под колеса машины поэтому лучше постоять чтобы он полностью вылез закрыл дверь это так чтобы не думали что например водитель не едет потому что ну место ему мало или еще что-нибудь нет вот именно из-за безопасности коллеги потому что я сам лично видел даже сам один раз свалился нам почти свалился на попу блин вот так вот рука заскользнула с ручки и все блин улетел даже кстати в автошколах учат специально это когда спускаешься с кабины держаться надо завод оба поручни но это я помню еще со времен море обязательно две руки должны быть задействованы за поручни причем не параллельно по трапу поднимаетесь а с боков если трап позволяет ну а так да должны быть всегда обе руки задействованы обе руки обе руки так скажем но и меня тогда точно помню я упал я за руль схватился за руль одной рукой и у меня руль соскочила рука после этого я за руль больше не берусь спускаюсь или поднимаюсь есть ручки поручни в кабинах элементарно можно спокойно спуститься как самый подниматься но в автошколе меня реально учили именно вот обязательно даже говорили что инструктор инструктор инспектор при сдаче экзаменов будет внимательно смотреть как ты спускаешься с с кабины как ты поднимаешься именно за две ручки ну что мы по мужа в австрии отметку я поставил себя написал насколько мы въехали в австрию что ж такое что у меня эта вещь выскакивает опять что-то страх почему-то выскакивает моя фамилия и непонятно почему ерунда какая-то страхограф чтоб не было как у армия у него блин выскочил карточка выскакивала на бумаге писал ладно там начало дня и конец дня вождения молоточки вождения пауза да ну нафиг это блин геморрой какая-то фигня что она тут такое растелкивается что ему не нравится на меня считывают может быть интересно может быть и считывают никого знаю какая-то прям войда пошла перепрыгивает с данных потом на фамилии за чем ладно здравствуй австрия сколько нам по австрии километров ячич сейчас скажу 200 километров по австрии 200 километров 1824 мы будем уже к дюрмашке сейчас 15 час 16 через два с половиной часа как раз нормально солнце глаз нифига себе жара наелся конфет блин и с левой стороны в животе болел надо как-то мне камеру приделывать по-другому очень-очень как-то мне соскальзывает постоянно какой звук сейчас даже я не знаю не побоюсь при монтаже посмотреть вроде вентиляторы не работают хотя это мне так кажется может быть там где-то из-под окна подрывает ладненько главное с грузом все в порядке настроение хорошее отличное едем 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 как там австрийский трейли по-другому послушать ну что же сумерки да мы еще по австрии ползем не ползем несемся можно сказать потому что блин скорость растет держит 60 под 90 фигачит 78 на границе немецкая запушка такая пипец блин аж блин за 90 летало блин 55 круизник 87 едем ну эти носицы какого горелые остеицы блин да и не только остеицы славу 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 блин сколько нам еще тысячи километров мне ехать максимум 329 до паузы 20 60 хотел сделать паузочку блин там мест нету остановился только за одним смотрю там эти машины пассажирские блин негде им ставить нафиг пришлось ехать дальше потом как сказал один комментатор блин это только русские типа стучат а немцы следят за порядком но немцы там и австрийцы только одни немцы следят за порядком поэтому любят фотографировать если что то не так и отсылают остальные народы это стучат удивительное такое знаете мнение нет у некоторых людей ну что он каждого свое мнение каждый имеет право рассказать еще лед опасность раскальцев походу ретартером поменьше 73 еду 78 а сделать чуть чуть больше блин начинает улетать сальцбург 80 километров 79 опять полетел я еду 85 у меня сейчас несется 92 5 словенец на этом как-то я не нашел атераптивный то есть контроль который типа движение в колонне нету его может он есть может он не работает просто что-то не так еще часто пишет фрг какая-то ошибка свечи топ что такое фрг надо почитать что хорошо что хоть солнце не в глаза светит блин два таких туннеля больших прошло обалденно я не знаю сколько километров блин офигенно большие туннели длинные неудобно неудобно нету а у дафа по моему есть которые на фирме есть машина дафа еще в них есть на фирме ну что блин вот интересно я сейчас еду в Голландию сегодня следа в четверг я так и в пятницу наверно буду выгружаться в Голландию а дальше что так я на базу по погоне попаду даже не знаю в пятницу найдут они мне завтра что-нибудь погрузку в Голландию и завтра в пятницу ну мне надо стоять в сорокопятку сейчас сейчас в этот раз я отстоял 24 так она больше 45 аккуратно в порядке не обогнать но то я на ну что надо у меня все в порядке со скоростью просто контролируем сейчас можем приятные даже дать Потому что у меня похоже Я человек не жадный Я даю, я не гоню Некоторые, блин, коллеги До упора, блин Сами не едут И другим не дают обогнаться Но особенности, видишь, что сзади него Звадьбы Почему, блин Едать, обогнать О, уже меньше 1997 километров, ребята Да Опика Опика Опик, липик, опик Опик 92 Ё-боже, сантилетает Момент Остаялась 70 Следит она За спидометром И приходится ногой Подтормачивать Немножко Круиз Здесь право поле А где хата Кто живет там Наверху Выберет Полем внизу Неудобно Блин, сейчас задолбал Спуск, блин, реально Наверное, если Все отпустить До сотни Разводишься Ну что, темнее 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 Становится Сколько я сейчас Не проеду Наметно Но Два часа Можно смело ехать По факту У меня Три часа Нет, не двадцать Мы бы ехали Значит, два часа Можно проехать Потом уже искать память В Германии Паркинг Восемь вечера Ну, может Безможно найти Я так чувствую Что, в принципе Мне хватает Пром Смотреть свои записи Правильно Правильно Для этого я их и веду, ребята Ну, красиво Красиво Там уже огни Зазглись В этих горах Где домики Едем дальше Нам нужны Другие огни Огни Родного дома Для кого-то Это родной дом Родные дома Родные пенаты Живут там люди Свои дела делают Общаются А мы общаемся с вами Четвертый метр Четвертый планочка Нифига себе Транск Нифига себе Нифига себе Плотную Транск Транс Там уже Другой Транс Транск Транс Ну что, ребята, закончился этот сумасшедший день, блин, с этим стеклом. Начал нормально, приехал нормально, мне референс номер не подходит. Выгнали за ворота, ждал, пока референс номер придет, потом на эту загрузку, ждал на загрузке, потом заехал на загрузку, потом, блин, долго готовились к погрузке, эти, блин, рамы таскать, потом загрузили, потом крепил. Все это, блин, конечно, сил многого дал. Выехал где-то только после часа я выехал, где-то полвторого я только выехал. Это я там протолошал 7 часов. Офигеть. Ужас. Даже не поел, блин, нормально, толком. Вообще не было обеда. Проехал, одну паузу сделал 30-минутную за все время. И то, в эти 30 минут я ходил, проверял крепление. Больше я не останавливался. Еще, блин, потом стою в пробке, блин, мне остается там ехать 2.40, работает 2.40, из них через 2.20 у меня начинается пауза 45-минутная. Звонок. Коллега просит, чтобы ты по максимуму ехал. Блин, там почти 3 часа ехать. Да не ехать 3 часа почти, а работать 3 часа. Из них 45 минут, тогда я должен сделать паузу. 2.40 минус 45, получится 1.55. Если я сейчас сделаю паузу, у меня останется вождение 1.55. Это значит, 2.20 я могу максимум ехать и делать паузу. Ну, не могу я проехать 2.20 и делать паузу. Если я сделаю паузу, все, у меня время закончилось. 20 минут разница. Офигеть. Вот эти вот звонки, они сбивают вообще, блин, нервируют водителей. Хотя бы узная, в чем проблема, а что стоим. Как будто я остановился и все, уже стою, я стою в пробке, блин. Там такая большая пробка, 2 целых было, пробки большие. В итоге приехал, закрыл смену. Оставалось до конца смены 39 минут, а до вождения до 45-минутную паузу 21 минута. Конечно, блин, что тут делать? Я там заметил еще, думал, если паркинг не будет, то еще там есть один. Но тут с заправкой наверняка полный. И уже в промку думал поехать. У меня оставалось там, на тот момент, когда я нашел, куда поеду, 35 минут и 32 километра. А здесь подъемы идут. Машина 40 километров в час едет. То есть нет возможности нормально проехать. Я мог туда даже не успеть. Тогда делать распечатку надо, и то, если я там нашел бы место. Ну, остановился здесь на въезде, на паркинг. Предо мной бензовод стоит. Сзади меня машина стоит. Или уже уехал? Нет, стоит еще. Но она, по-моему... Она, по-моему, на 45-минутную паузу стала. И поедет, я так понимаю. Хотя все может, может быть, и останется ночевать. Нет, в нем там огоньки горят. Все равно едет, пойду жилетку повешу там. Потому что на въезде. Ну, вроде машина проезжала, проходит машина здесь. Надо еще раз убедиться. То есть сейчас 50-50. Вдруг еще штраф повесят. Ну, ладно. На этом все. Будем закругляться. Главное, что живы-здоровы. Надеюсь, все. И кто меня смотрит, и кто меня не смотрит, у всех все нормально. Так что, как обычно, ребята, берегите себя. А, буду сейчас звук проверять. Берегите себя, своих родных и близких. И все будет чики-пуки. Пока.